Здравствуйте! Это программа Кино-Кино и я ее ведущая Ольга Кравчук. Мы продолжаем анализировать важнейшее из искусств, разбираться в деталях отечественного и мирового кинематографа, ну и, конечно, наблюдать за жизнью звезд. Сегодня мы решили немного отойти от традиций. Наша съемочная группа не поехала на съемочную площадку, не пошла героев в гости, а пригласила героя программы в студию. Встречайте! Драматург, прозаик, режиссер театра и кино, идейный вдохновитель и автор театральной национальной премии «Золотая маска» Виталий Павлов. Виталий Павлов окончил Крымский медицинский институт, чтобы в итоге понять, что не хочет работать по профессии, потому что душа лежит к театру и литературе. Его первым телевизионным проектом стала новогодняя программа крымского телевидения, а за ней вскоре последовали высшие курсы режиссеров и сценаристов при Госкино. Прозаик, драматург, режиссер театра и кино, член Союза театральных деятелей России, автор идеи национальной театральной премии «Золотая маска», номинант премии ТЭФИ за сценарий Светлана Сталина. Виталий Павлов наделен даром легко перешагивать границы жанров, создавая произведения, в которых органично соединены в единое художественное целое – повесть, рассказ, пьеса, фильм. Герои его литературных произведений хорошо узнаваемы, и это естественно. Их видели на сцене и в кино. Они вошли в миллионы домов через телеэкраны. Сегодня фильмография режиссера насчитывает более 20 работ. Самые знаменательные посвящены женщинам с трагической судьбой, не столь давней истории с человеческим лицом. Виталий Викторович, возможно, не все знают, что ваш творческий путь начался именно в Крыму, и в свое время вы окончили Крымский медицинский институт, и свой первый телевизионный проект в качестве режиссера сняли на крымском телевидении. Вот в новогодней программе вы выступали сразу в двух апостасиях – режиссера и сценариста. Вот как часто вы вспоминаете это время? Вы знаете, не очень часто. Хотя, конечно, вот иногда такое бывает, особенно когда фотографии так листаешь. Телевидение тогда все-таки была редкость такая для… Ну, чем-то таким недосягаемым. Ну, да, для людей, которые попадали туда. И вот я помню, мы… Еще у меня была группа, мы играли, значит, и нас записывали здесь, вот в этой же студии, по-моему. И у меня есть фотографии, значит, где мы стоим рядом с камерами, с этими большими телекамерами. Мы воображали себя такими битлзами, значит, на телевидении, потому что мы видели такие фотографии. Ну, так иногда бывает, мелькает. Нам просто тогда очень много разрешили, там, электронный монтаж, которого не было особенно, или он был дорогой, я не помню. Более того, потому что там рер-проекция появилась. И вот нам все это как-то разрешили сделать. И поэтому по картинке эта новогодняя программа была очень необычной для местного телевидения. Вы фактически подтвердили постулат, что от врача до драматурга всего один шаг. Вот когда вы решили этот шаг все-таки сделать? Причем неизвестно, в какую сторону этот шаг. Когда я решил сделать… В общем, я сделал шаг не к драматургии, а я просто ушел из медицины в какой-то момент. Было такое, ну, странное чувство такое, что я занимаюсь не своим делом. А уже драматургом это позже немножко все это произошло. В 70-е, в конце 70-х, наверное, приехал работать сюда Борис Мартынов. Борис Леонидович, вот его яркие спектакли, которые появились на малой сцене тогда, вот была открыта малая сцена. Был такой спектакль очень нашумевший, не боюсь, Вирджини и Вулф. Приезжал переводчик, Вульф Виталий, с которым потом нас судьба уже свела, а мы отдыхали вместе все время в Ялте. Это был такой очень яркий спектакль. И вот тогда начался в Симферополе и в Крыму такой театральный бум, самый настоящий. Ждали премьеру, и меня это так заразило. Вот в курсе, на которых я учился, высшие режиссуры, сценаризма, скажем так, там особых долг не было. Там были все взрослые люди с высшим образованием. Это были такие очень... Ну, об этом написано, очень многие писали. Мы, наверное, захватили эти курсы уже последними, потому что потом появился видеомагнитофон, и люди стали смотреть фильмы. А тогда это был лицей такой, в котором показывали все лучшие фильмы, которые были сняты в мире. Они даже были ворованы, и многие из них были черно-белые. Например, мы смотрели фильм «Афера» с Полом Ньюманом и Редфордом «Черно-белый». А переводчик нам говорил, какой Гриша Элибергал, он до сих пор работает и переводит, прекрасный переводчик и искусствовед. Он говорит, фильм получил «Оскар» за операторское мастерство. А он черно-белый, у нас. Мы не успели его, потому что за ночь делали, воровали копии. Привозили фильм на фестиваль, ночь была, и раз где-то там, и черно-белая копия. И это была такая, в общем, довольно дружеская атмосфера, и никто тебя не заставлял. Я, например, писал тогда очень странные сценарии. Мой вот мастер, Фрид Валерий Семенович, были такие два больших сценариста, Дунский и Фрид. Ну, наверное, самые известные, служили два товарища. Собственно, экипаж, служили два товарища, сказка странствий. И это только начало списка? Я писал, я писал, как я считал нужным. Валерий Семенович настолько был мягок со мной, что он, в конце концов, я его обратил в свою веру, как бы. И когда мне поставили там 4, что ли, за выпускной, за диплом, или 5 с минусом, он сказал, идиоты, не понимают ничего. Но, хотя сценарий был вот по профессии никакой. Там было чувство, там были какие-то интересные вещи. Но, как я сегодня уже понимаю, я, честно говоря, сценарий научился писать относительно недавно. Просто, ну, вот лет, наверное, 8 назад. Вот я понял, что такое сценарий. Я думала, что в жизни каждого человека может наступить такой момент, когда ему нужно самому решить, жить ему или нет. Я просто не могу верить слепо, а значит, я не могу верить по-настоящему. Мне кажется, вот отсюда, вот эти мысли о смерти. Понимаете? Вот. А что это такое? Это. Это. Это финал. Чего? Финал. Одна таблетка и все. А хотите попробовать? Кто, я? А хотите? Не, а зачем? А хотите, чтобы я попробовала? А что, ты считаешь, что же пора, что ли? Да нет, здесь еще есть просто витамины, может быть, повезет, и мы останемся живы. Хотите? Нет, да, знаешь, похоже на русскую рулетку. Ну, да, это ее женский вариант. Нет, ну, знаешь, у меня был случай в жизни, когда мне не хотелось жить, может быть, тогда, если бы у меня были твои таблетки, я сыграл бы в эту игру. А сейчас-то, понимаешь, ну, ну, а сейчас зачем? Ну, ты мне объясни, зачем? Действительно, зачем? Извините меня, я что-то со мной происходило. Да нет, нет, ничего, ничего. Ничего, мне нравится. Мне нравятся перепады твоего настроения. Правда, да? Еще день такой. Ну, тогда начинайте. Начинайте вашу историю. Я обожаю слушать истории. Бытует мнение, что режиссером кино становится тогда, когда уже человек не может не снимать кино. Вот правда ли это? Ужас в том, что режиссерами становятся люди, которые не могут снимать кино. Вот это вот ужас, понимаете. А когда становятся режиссерами... Тарковский молодым совсем был режиссером. И он был прекрасным режиссером. Я не знаю, тот же Андрон Кончаловский или Никита. Ну, что, они были совсем молодыми ребятами. И если это талант, это талант. Если это, ну, имеется в виду способности и так далее. Да вообще, все вот, все наше кино, оно уже было очень молодое. Вся режиссера молодая. Это я начал снимать там в 50. Я просто занимался в большей степени театром, и меня это устраивало до какого-то момента. Но после того, как я курсы закончил, я понимал, что я буду снимать кино. Приду к этому, не спешил. Во-первых, были годы очень тяжелые, 90-е и так далее. Кино там совсем было плохо. Кино, в принципе, не было. Значит, поэтому я, у меня были антрепризные спектакли. Это было весело. Мы ездили на гастролях. У меня играли прекрасные актеры в этих спектаклях. В общем, это было средство к существованию. И, в общем, хорошая, довольная работа. И сюда приезжал спектакль «Русская рулетка» Вера Глаголева и Грибочкин. Мы много объехали стран и городов и так далее. А параллельно я занимался документальным кино. А потом меня послали, или пригласили в «Фитиль». А «Фитиль» — это уже игровое кино. И я пошел туда ради этого. И хотя там деньги платили очень маленькие, но я пошел, чтобы набить руку. И вот с актерами я знал, как работать в театре. А вот тут как бы набить руку, как кино. Поэтому я понимал, что там я себе поставил такую планку. Я думаю, я после 50 лет должен начать снимать кино. Вас преимущественно знают по сериалам «Зоя», «Галина». Вот насколько вам интересно вот как раз эта ипостась из цикла «Жизнь замечательных людей»? Вы знаете, мне это было, конечно, неинтересно. Мне кажется, это немножко такое особенное кино. Мне это было не очень интересно. Я не хотел снимать ни Зою, ни Зою в большей степени, потому что была уже Галина. И Галину не очень хотел снимать. Но снимать хотел. Поэтому, когда мне сказали, давай вот... Вначале я должен был снимать фильм о Стрельцове. Потом сказали, не надо Стрельцов, давай Галина. И так как я делал документальное кино о Галине, писал сценарий, ну, вроде, кому еще этим заниматься? Я согласился. А дальше уже передо мной была определенная задача. Я себе поставил. Я хотел снять фильм в разрез с бытующим мнением, что вот она была алкоголичкой. Она была алкоголичкой. Но просто я хотел сказать, что это не была женщина всю жизнь, которая танцевала на столе пьяной и вот такая вот разрушенная жизнью. А что она была молодой. И вообще я не про нее снимал. Я снимал картину про вот человека, который хотел ее историю продать. Вот я про кого снимал кино. Я снимал кино про то, что нельзя торговать чужой жизнью. Собственно, я как бы снимал кино против себя. И вот это мне было интересно. И я уже, когда понимал, про что я буду делать кино, я, естественно, делал это со всем стараниями. Фильм Зоя совсем не хотел снимать. Думаю, ну что ж такое будет Галина, Зоя. Потом будет Маша. Потом будет Маша. Так, что и произошло. Вот. Совсем не хотел. Но когда написал сценарий, ну он не должен был называться Зоя. У меня он назывался сценарий «Пуля для актрисы». И это больше отвечает тому, что там было. И поэтому сейчас, когда там ругают фильм, на всяких формах, вот, ну, в том числе достается еще, почему Зоя, а там какие-то еще два человека. А потому что я изначально писал историю про расследование, вот, убийства. Поэтому там половина истории, это и половина истории, это. Но продюсеры решили назвать Зоя. Стоп! Слято! Зоя, 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 Зоя. Зоя, 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 Зоя. Обед! Посмотри, Зоя. Зоя, Зоя, ты такая, ты, ты, ты такая волшебная. Ты как принцесса. Скажешь тоже мне принцесса. Смотри, какие колечки. Слушай, когда свет включили, я тебя даже сначала не узнала. У тебя такое платье. Смотри. Зоя Алексеевна, колечко, пожалуйста. Кручесска. Смотри, пelt. Смотри, пель시, пель시. Кручесска. Орес. Все вещи. Субтитры создавал DimaTorzok